Основные положения молекулярно-кинетической теории МКТ Молекулярно-кинетическая теория МКТ – раздел физики, объясняющий строение и свойства тел движением и взаимодействием частиц, из которых состоят тела. В основе МКТ лежат три важнейших положения. Первое. Все тела состоят из мельчайших частиц. Второе. Частицы непрерывно хаотически движутся. Третье. Частицы взаимодействуют. Под словом «частица» надо понимать структурные элементы вещества – молекулы, атомы, ионы. Молекула – наименьшая устойчивая частица данного вещества, обладающая его основными химическими свойствами. Атом – наименьшая частица данного химического элемента. Количество вещества – физическая величина, определяемая числом структурных элементов, из которых состоит вещество. Единицей количества вещества является моль. Число структурных элементов в одном моле называется числом авогадра. Молярная масса – масса одного моля, выраженная в килограммах, где m – масса вещества, ν – количество вещества. Очевидно, что молярную массу можно определить и через число авогадра, где m нулевое – масса молекулы, атома. Основное уравнение молекулярной теории идеального газа. Идеальным называется газ, удовлетворяющий следующим условиям. Первое. Объем всех молекул газа пренебрежимо мал по сравнению с объемом сосуда, в котором газ находится. Второе. Молекулы взаимодействуют между собой только при непосредственном соприкосновении, при этом они отталкиваются. Третье. Силы притяжения между молекулами пренебрежимо малы. Для идеального газа справедливо уравнение клазиуса, где p – давление идеального газа, m нулевое – масса молекулы, n – концентрация молекул, v – средняя квадратичная скорость молекул. Коэффициент 1 третье в уравнении отражает трехмерность пространства. Таким образом, уравнение связывает макроскопический параметр – давление с микроскопическим, массой молекулы, концентрацией молекул и средней квадратичной скоростью. Учитывая, что каждая молекула обладает средней кинетической энергией, уравнение клазиуса можно представить в следующем виде. Абсолютная температура. Опытным путем установлено, что при тепловом равновесии отношение давления газа к его концентрации одинаково во всех точках термодинамической системы и пропорционально температуре. Где t – абсолютная температура, k – постоянная Больцмана. Тогда давление идеального газа прямо пропорционально абсолютной температуре. С учетом уравнения клазиуса получаем, откуда полученное уравнение связывает среднюю кинетическую энергию движения молекул идеального газа и абсолютную температуру газа. Следовательно, температура является мерой энергии молекул. Нетрудно установить связь между температурными шкалами Цельсия и Кельвина. Так как концентрация – это число молекул атомов в единице объема, то давление идеального газа можно рассчитать по формуле. Выразим из этого равенства температуру. Рассчитаем по полученной формуле абсолютную температуру для одного моля газа при нормальных условиях, то есть при давлении 101 300 паскаль. Температуре 0 градусов по Цельсию, учитывая, что 1 моль газа при таких условиях занимает объем 22,4 литра, а в одном моле число молекул равно числу Авогадра. То есть, итак, 0 градусов по Цельсию соответствует 273 градусам по Кельвину, а 0 градусов по Кельвину абсолютной 0, минус 273 градуса по Цельсию. Тогда связь между шкалами выглядит достаточно просто. Уравнение состояния идеального газа. Поскольку состояние газа однозначно определяется давлением, объемом и температурой, то уравнение, содержащее эти три параметра, называется уравнением состояния. Возьмем за основу уже известное уравнение. Учитывая, что число молекул газа определяется соотношением, перепишем уравнение в следующем виде. Обозначим произведение числа Авогадра на постоянную Больцмана буквой R. R – универсальная газовая постоянная. С учетом этого уравнение принимает вид. Это и есть уравнение состояния идеального газа или уравнение Менделеева-Клайперона. Разделим обе части этого уравнения на температуру. Если предположить, что количество вещества остается постоянным, то правая часть уравнения будет постоянной величиной, то есть константой. Последнее уравнение называется уравнением Клайперона и является частным случаем уравнения состояния. Газовые законы Процесс изменения состояния газа при неизменном значении одного из трех параметров давления, объема или температуры называется изопроцессом. Закон, которому подчиняется тот или иной изопроцесс, называется газовым законом. Возможны три различных изопроцесса. Изотермический процесс протекает при постоянной температуре. Из уравнения Клайперона непосредственно следует, что при постоянной температуре или это закон Бойля-Мариотта. Из графика видно, что увеличение объема влечет за собой уменьшение давления. Изобарный процесс протекает при постоянном давлении. Если давление постоянно, то или это закон Гей-Люсака, согласно которому повышение температуры приводит к увеличению объема газа. Изохорный процесс в газе происходит при постоянном объеме. При постоянном объеме уравнение состояния принимает вид. То есть повышение температуры газа приводит к увеличению его давления. Этот закон называется законом Шарля.